Скорпионы, доброго вам времени суток! Меня зовут Ева Лехцер, рада вас снова приветствовать на своем канале. В текущем видео хочу вам предложить Тероскоп на июль 2018 года. По традиции, расклад вам покажет основные моменты. Это общая атмосфера месяца, события, которые наиболее вероятно проиграются во сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И Арканы дадут вам совет, как наиболее продуктивно провести вам текущий месяц. Работать мы сегодня будем с вами с колодой Таро Книга Теней. Колода очень такая вот добрая, открытая и энергоемкая. Хочу напомнить, что расклад выполняется для широкой аудитории. Не может он однозначно проиграться абсолютно для всех. Хотя бы по той простой причине, что у многих из нас знаки Асцендента в натальной карте находятся в разных знаках. Поэтому у тех, у кого Тероскопы не проигрываются по знаку Зодиака, смотрите, пожалуйста, по знаку своего Асцендента. Настраивайтесь, пожалуйста, на работу. Расслабьтесь. И будем смотреть ваш Тероскоп. Так, общая атмосфера месяца. Какие события ожидают ваши в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. Аркан Сила. Ну, что могу сказать? В принципе, свойства присущие Скорпионам. Объясню почему. Потому что здесь человек пенсионного возраста, знаете, как на исходе своих ресурсов и возможностей делать невозможное. Бежит спринтерский марафон. Так вот у вас, несмотря на ситуацию каких-то там перипетий, кризисов жизни, еще каких-то моментов, вы всегда находите в себе силы возрождаться вновь. Двигаться вперед. Несмотря ни на что. Ни на какие препятствия, трудности. Сила – это аркан, который говорит, что июль месяц у вас пройдет под эгидой запала, внутреннего такого ресурса сил, жизнерадостности, энергетики. Есть, знаете, желание свернуть горы, либо сделать невозможное. Ну, как я говорю, что в принципе вам и присуще. Что вас ожидает в плане работы? Так, в плане работы четверка кубков. Ситуация депрессии, хандры и застоя по той простой причине, что, скорее всего, вам уже хочется в отпуск. Хочется отдыха, восстановления сил и ресурсов, потому что вот здесь под эгидой месяца, это, знаете, как двигаться вперед. Какие-то новые, может быть, путешествия, новые места. Потому что здесь идет не с позиции работы, а с позиции отдыха. Либо в плане работы по четверке кубков идет ситуация перенасыщения контактами, общением, в принципе, выполнением перечня тех обязанностей, которые у вас есть. То есть вам хочется просто чего-то нового. Не вот этой вот рутинной, монотонной работы ежедневного дня сурка. Вам хочется каких-то перемен. Если на текущий момент вы безработный, то ситуация не поменяется. Если вы наемный работник, либо у вас свое дело, эта ситуация, знаете, как пресыщение всем, потому что вы не видите для себя каких-то новых мотивов, новых горизонтов. Вас это угнетает. Поэтому либо вы здесь будете искать выходы из этой ситуации, либо это, знаете, как, не могу сказать, что ситуация пересидеть. Возможно, здесь у вас будет ситуация, у кого-то даже, да, ситуация отдыха. То есть куда-то поехать отдохнуть. А у кого-то эта ситуация, ну, например, восстановление после какого-то заболевания. Может даже там респираторного. Соответственно, по работе идет ситуация застой. То есть вы можете не работать. Что вас ожидает в плане финансов? Вот карта повешенной. И, скорее всего, это карта застоя. То есть если вы получите те деньги, которые вам принадлежат, то только те, которые, ну, когда в плане выплаты больничного. Либо если вы в отпуске, только отпускные, ничего более. То есть какого-то роста доходов в июле месяце у вас не будет. То есть только то, что положено и не более. Не могу сказать, что это плохо, потому что здесь, ну, во-первых, посмотрите. Либо у вас идет четкая ситуация восстановления, либо ситуация отдыха. Давайте проверим это в плане здоровья, как у вас отразится. Так, старший аркан мир. Ну, смотрите, в плане здоровья это сама по себе ситуация восстановления ресурсов. Это карта отдыха, карта, ну, знаете, санаторно-курортного лечения. Это в целом, знаете, как поправить свое самочувствие, свое какое-то даже внутреннее равновесие. В плане здоровья карта замечательная. Поэтому здесь у вас, скорее всего, может быть ситуация именно действительно поехать куда-то отдыхать. И поэтому и застой в работе, и застой в финансах. Потому что в этот момент вы просто не зарабатываете. Что вас ожидает в плане личной жизни? Здесь падает двойка мечей. Ну, это желание, знаете, как держать эмоции под контролем. И в отношениях руководствоваться не только эмоциями, но и логикой. То есть попытка уравновесить эти качества. В целом, если вы состоите в паре или в отношениях, то это попытки закрывать глаза на какие-то вещи, которые вас не устраивают. С целью найти компромисс в отношениях и какое-то плодотворное сотрудничество. Если на текущий момент вы одиноки, то здесь идет ситуация застоя. Вы закрыты от внешнего мира, скажем так, сейчас вам не до отношений. Если в отношениях все-таки вы состоите, неважно, в брачных, да, либо вновь начавшихся, то это ситуация, знаете, когда же может быть притирки характеров. Когда вы пытаетесь найти какие-то общие точки соприкосновения и взаимодействия. Ну и совет от карт для вас. Что у вас здесь? У вас здесь падает рыцарь копков. Ну вот, понимаете, вам все арканы об этом говорят. Ребят, отдохните, погрузите в себя, в свои эмоции, планы, цели, мечты, переживания. Возможно, даже пропишите их на бумаге, либо даже как-то, ну, фотографируйте, либо привносите в свой, там, в них записную книжку, то, что вы пытаетесь реализовать. Это, в целом, знаете, карта какой-то вот негидативной практики, попыток осознания, что вам нужно от жизни, в каком направлении вам двигаться. Но в первую очередь это, безусловно, карта отдыха. Поэтому, скорее всего, скорпиушек в июле месяце ждет какой-то вот, знаете, как, либо отпуск, либо приятное времяпрепровождение. Чего я вам искренне и желаю. Тем более, смотрите, из шести арканов у вас три старших. Месяц все-таки значим. То есть, либо вот этот отпуск, даст вам новый толчок, новую мотивацию, к новым достижениям, к каким-то, вот, знаете, совершениям, что немаловажно. То есть, для себя вы сможете открыть многие аспекты, чего я вам искренне и желаю. Напоминаю, что Тараскоп был общий для тех, кто хочет получить индивидуальную консультацию. Ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. А я вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.